Хороший вопрос. Раар спрашивает, как думаете, у известного оппозиционера будет шанс возглавить страну? Его выпустят, чтобы он помог избежать распада страны. По-моему, Раар имеет в виду Навального. А я уже отвечал на этот вопрос. Понимаете, это очень искусственное образование Навальной, а за ним нет программы. Нет. Очень маленькая группа его поддерживает и, как вы понимаете, один миллиард просмотров его роликов – это не один миллиард граждан России. Это очень искусственная, накрученная ситуация. У него нет программы. Программа за все хорошее против всего плохого. А модель сохранения, ну вот мы так прикидывали, считали, модель сохранения единого государства возможна. Но она реализуется в случае такого внешнего воздействия, внешнего управления, принятия внешнего решения в результате оккупации, что ли, о сохранении государства, когда внутренние силы, разрывающие государство силы, будут несколько заторможены. Это отрицание такого спонтанного процесса, политического процесса, который растет, так сказать, от земли, из регионов. Если включается спонтанный процесс и внешнее воздействие, регулирующее внешнее воздействие, не проявляется или слабо, то это борьба элит региональных за самостоятельность. На первом этапе за самостоятельность, на втором этапе в некоторых регионах, в некоторых случаях за консолидацию, за объединение там нескольких регионов войны по захвату власти там в соседних регионах. В некоторых регионах очень сильны элиты, но региональные. Но нет разного рода ресурсов, которые поддерживали бы существование вот такого независимого государства. Они будут бороться за захват, территориальные расширения в других регионах. Есть регионы просто, Якутия, там людей нет, понимаете, но есть огромные запасы или Тюмень, понимаете, региональные элиты там чуть сильнее, конечно, и народу побольше. Вот, но это очень привлекательный регион для захвата соседними регионами. То есть попытки такие будут делаться. Сначала объединение, а потом захват на эту структуру, так сказать, вот интересов и экономических региональных возможностей необходимо накладывать структуры сетевые. Там, военные структуры, армия, как единое целое не сохраняются в случае дезинтеграции, значит, региональные структуры начинают думать тоже об автономии, начинают договариваться с региональными элитами, и региональные элиты, конечно, эти запасы вооружений будут использовать не только обычных, но и ядерных вооружений будут пытаться. Это страшный, страшная головная боль для запада. Nightmare. Это ночные, это кошмары, ночные кошмары всего запада, что какие-нибудь там пушилины, ну, бандиты, моторолы, начинают владеть этой кнопкой ядерной. И, может быть, не умеют ее управлять, им требуется договариваться с военными, вот, но могут захватывать власть таким силовым путем. Вот, в общем, это сложный процесс и очень разные интересы РААР, чаще всего противоположно направленные.